Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новинку серии веселых объявлений Автору. В общем-то, в этом шоу мы смотрим различные объявления, которые вы помогаете в том числе мне находить. По ссылочке в описании есть специальная тема, куда вы можете скидывать ссылки, если вам не трудно, если вы реально что-то нашли и готовы поделиться, за что вам огромное спасибо. И, в общем-то, это могут быть как какие-то интересные машины, интересный тюнинг, подозрительные объявления. В общем, всё самое интересное, что я и вы вместе со мной находите на просторах Автору. Ну, в общем, все всё знают, уже рубрика существует давно, поэтому, друзья, давайте перейдём к объявлениям, которые я сегодня для вас приготовил. Поехали! Всем приятного просмотра, ну и не забудьте поддержать серийку лайком. Итак, друзья, начнём, как ни странно, с Chevrolet Cruze. Автомобиль уже продан, между прочим, день назад, и... Ну, как бы ладно, нет, по внешнему виду я не могу. Опять же, у каждого свой вкус, я так и не понял, правда, тачка в плёнке, наверное, да, синей получается. Тут, наверное, написано, я не читал, просто я увидел здесь одну деталь, из-за которой понял, что эта тачка должна у нас в рубрике побывать. Короче, ладно, сейчас мы разберёмся тут. Да, это, скорее всего, плёнка, тонировка, а термальная тонировка, значит, спереди, под синий цвет. Ладно, всё нормально. Задние фонари а-ля Ешка 212-я до рестайлинга, это нормально. Диффузор, смотрите, с какими-то, типа, вот, ну, а-ля тоже, может быть, под АМГ какой-нибудь. И вот тут вот я, когда увидел эту фотографию, я немножко, как бы, такой, ну, типа, типа, чё вообще? И тут я понял, что я, походу, смотрю Теслу, пацаны. Я такого ещё не видел, не знаю, я, конечно, понимаю, что китайцы придумывают много чего там интересного всегда, из техники и так далее, и всяких штук интересных, аксессуаров. Но чтобы они придумали мультимедиу, похожую на Теслу, которую можно интегрировать в Шевроле, блять, Круз, я такого ещё не видел. Ну, конечно, понятное дело, что здесь только внешний вид от... я даже не знаю, как у Теслы называется эта система, честно говоря. Но вы видите, да, что, как бы, вообще, человек, даже который, мне кажется, мало разбирается в автомобилях, поймёт, что вот эта вот сама пропорция вот такого вот экранчика, да, такого вытянутого, длинного, это, как бы, а-ля Тесла. И, судя по всему, я тут понял одно, по сути, здесь, как бы, разделено на два экрана, то есть снизу у нас сразу идёт регулировка кондиционера, температуры, звучание и так далее, попутно пишется, какая дверь где открыта, скорость. Сверху у нас можно вывести, почему-то это фильм идёт или что, я не знаю, BMW тут, либо картинка. Какие-то аппликации там, да, есть, в плане, в смысле, приложение, AppList, я просто увидел. Bluetooth, значит, музыка, радио, я не знаю, навигация, какие-то самые, фильмы, можно смотреть, всё как, и вот этот стиль сам Тесла. Я, конечно, ну, реально такого ещё не видел, ну, а так, как бы, по Крузу я ничего не могу сказать, ну, просто, причём, знаете, вот, так вот, если смотришь, то, конечно, фотографии не супер качественные, но, блин, типа, реально вписалось! Я не знаю, как вообще это работает, я бы очень хотел вживую пощупать эту систему в Крузе сидя, но прикольно, общу бы и нет. Так, а что-то написано, покупка другой, заводская, штатная аудиосистема, запакованная, если нужно, можно менять, минус одной суммы. Я не знаю, в общем, не написано, как называется эта система, но, в любом случае, это прикольно. Прикольно, ребят, напишите в комментариях, видели ли вы такое когда-нибудь, и что думаете по этому поводу, очень интересно будет почитать ваши комментарии. Ну, вообще, в целом, я такой транспорт ещё никогда не брал в рубрику объявления, весёлого объявления автору, но в этот раз решил, почему бы и нет, потому что, ну, чё-то как-то прям вообще жёстко. Прям чё-то как-то вообще жёстко, ребят. Я просто представил, вот, знаете... Не, я понимаю людей, которые купят такую, я даже не знаю, вот, как её назвать правильно, да, вот, эту махину, для каких-то специальных задач, а вот, прикиньте, просто чувак реально по приколу возьмёт. Вот, просто по полям гонять. Вот, чисто по катушке, блядь, снимать по полям. Или не только по полям, как вы понимаете. Мне кажется, это вот херня проедет вообще просто... Мало того, что сюда сзади можно, я не знаю, просто загрузить народу, грубо говоря, но, а если не грубо говоря, можно там вообще сделать какой-нибудь пати-бас из него. Прикинь, блядь, что у меня в голове вообще творит? Прикиньте пати-бас сделать из этого. Чисто там сделать эту музыку хорошую, да, диванчики там, ещё чё-то, ну, и... Да, какие-то странные, но чисто сидим-пиздим вчетвером называется, да. Четыре места в ряд спереди, как бы, водитель рулит, три пассажира справа. Нормальная ситуация. Вот, мотор, значит, да. Ну, как бы, я думаю, что... Мне реально бы хотелось посмотреть на то место, где этот... Я хотел сказать тачка, но понимаю, что это будет не звучать. Где вот это вот не проедет. Класс Амфибия. Витязь ДТ-30П. Кстати, продаётся в Питере, между прочим. 12 895. Ну, нормальный прайс такой. За 13 миллионов взять. Ну, как бы, вот, Витязь, консервация и после капитального ремонта двигатель В46-5. Или В46-5, не знаю. Возможно, установка экскаватора, кран-манипулятора, бурильного оборудования, платформы для перевозки техники. Ой, короче, мне больше, знаете, нравится вот это... Гарантия 6 месяцев или 5000 километров пробега. Вот это прям звучит, знаете... Ну, хотя, блин, с другой стороны, 5000 километров пробега на вот этом наездить, мне кажется, надо ещё реально постараться. Объём двигателя 14 тысяч... Ну, короче, 14 литров. Да, 710 лошадиных сил. Вот это, друзья, вот это РСКу разорвёт точно. Вот тут просто надо встать в поле, прикиньте. Вот драгрейсинг по полям, блядь. Вот реально РСК против вот этого. Нормальный, я думаю, как раз будет заебись. Ну, вот как-то так. Так, друзья, теперь, в принципе, много таких уже я повидал машин на Автору, но, типа, вот это что-то решил вам показать. Это у нас Ford Model A Hot Rod Big Block 400 лошадей. Ну, короче говоря, Hot Rod. Причём сделан неплохо, выглядит неплохо. Вообще, вот, я раньше, помню, было время, наверное, лет 10 назад, очень мне нравилась сама концепция вот этих Hot Rodов. И, в принципе, я вживую, может быть, где-то на выставках-то и видел какие-то тоже концепты. Ну, в смысле, не концепты, а вот переделки и так далее. Ну, блин, это прикольно. Кому-то нравится, кому-то нет, понятное дело. Но это что-то такое, знаете, своё, забытое уже где-то в прошлом. И сама вот, ну, блин, я не знаю, мне нравится. Жалко, нет, правда, более полного... Ну, вот это единственная фотография, на которой можно реально увидеть прям в полную, да, так скажем, в полный размер на... Посмотрите на этот Hot Rod. Ну, прикольно, прикольно. Конечно, понятно, что на таком, типа, по городу каждый день ездить, ну, такое, мягко говоря. Механика, доработанные тормоза, облегчённые диски. На удивление, комфортен в езде по городу. Блин, я бы хотел по городу прокатиться на таком. Очень сбалансированное шасси, дорогой выхлоп Super Trump, настраиваемые, облегчённые диски. Так, состояние идеальное. Растаможен под полную пошлину, ПТС выдан там... Вот это мне, конечно, реально... Я бы хотел просто посмотреть, то есть, понимаете, реально, тачка растаможена, выдан ПТС. То есть, её можно ставить на учёт и ездить на ней по городу законно, спокойно. Ну и в целом, вот, человек пишет то, что действительно, типа, можно ездить по городу. Я, конечно, вот так вот смотрю, да, вот как-то, ну, типа, слабо верится на самом деле, что... Чисто так, вы знаете, не, ну, понятно, что здесь, скорее всего, не такой, он прям жёсткий. Я не знаю, правда, очень сложно представить за 400 лошадиных сил на этой машине. Ну, наверное, это достаточно. Ну, понятно, что там не будет на задние колёса вставать. Ну, просто так, чисто сцепление резко бросил, хуякса уже на... уже вилли делаешь, да? Ну, ну, это понятно, что нет, конечно, но просто я так шуткую. Не, в целом, просто, ну, вот смотришь и немножко сложно представить, что действительно можно передвигаться на этом по городу. Ну, если это так, то прикольно. Салон просто, мне кажется, вот, просто до, вообще, вот, до я не знаю чего. То есть просто вот все нужные, да, на приборке, значит, там, спидометр, тахометр, датчик топлива, температура и заряд аккумулятора. Всё, больше ничего не надо. И руль. И всё, вот, и поехал. Не, ну, прикольно. Не знаю, ребят. Мне нравится. Мне нравится. Цена, кстати, получается 5200. Ну, хрен знает. Вообще, само по себе концепция хот-родов, это довольно уникальное явление. Поэтому я думаю, что, может быть, даже цена вполне себе оправдана. Так, теперь, друзья, ZAS 968M, он же просто запорожец из Владивостока. 350 тысяч рублей. Давайте посмотрим сначала фотографии. Ну, запорожец как запорожец, красный, с белыми полосками, за Паджеро. За Паджеро, блядь. Ну, это я такого вообще не видел. Воздухозаборник модный на, значит, этом самом, на капоте. Ну, в принципе, тут фотографии. Тут такое ощущение, что он просто, знаете, на дыбы встает. На самом деле, он просто преодолевает неровности. Ну, и видно сразу, что там что-то как-то нестоковый мотор. Ну, как бы, вот это вот немножечко странно, да, видеть тоже в Запорожце так-то. Ну, и, в общем-то, как бы, вот. Но что меня больше всего удивило. Так, и да, друзья, во-первых, я впервые в своей жизни увидел чек, который горит на Запорожце. Я просто, это ламп... Я понимаю, да, что здесь просто включено зажигание сейчас, как бы все лампочки просто горят. Ну, я реально, мне кажется, в жизни вот я ездил... Наверное, один раз я ездил за рулем Запорожца. Я вообще так, как бы, видел-то много раз. Но вот что-то вот прямо вот у меня такое ощущение было, что этой лампочки вообще там не существует. И знаете, как-то увидеть чек, горящий в Запорожце, я не знаю, почему-то довольно... Это довольно смешно. Ну, руль по классике, значит, такой, знаете, тюнингованный, да, от... Которые любили ставить всякие четверочки, пятерочки, шестерочки и так далее по списку, даже восьмерочки. Ну, в общем, да, ручка КПП тоже довольно-таки такая пиздатенькая, деревянная магнитолочка стоит. Ну, давайте самое интересное-то зачитаю вам, что-то в описании написано. Значит, тут понятно, бензин есть любой. На сегодняшний день это единственный в стране ЗАЗ с электронным впрыском и нагнетателем на родном двигателе. Вот это меня реально удивило. То есть, смотрите, мощность родного двигателя увеличена до 90 лошадиных сил, причем скрещивание с деталями японских производителей. Ох уж этот Владивосток, ох уж этот Владивосток. Установлен электронный центральный впрыск Тойота-нагнетатель суперчарджер от Субару. Ну, блин, вот что, как бы, прикольно реально, то, что если это реально стоковый мотор, просто, ну, вот, его раскочегарили, да, тем же нагнетателем и так далее. То есть, это не какой-то другой блок, это именно, вот, запорожевский... Сколько он там? 0,8... 1,2 литра. Не, 0... Ну, короче, ну, не важно, да, вот, ну, ну, типа, это действительно уникально и прикольно. Так, друзья, теперь автозаслуживающее внимание. Собственно, по традиции, в конце выпуска сегодня их будет две штуки, два автомобиля. И первый из них это Plymouth Fury 7-го поколения, который продаётся в Ярославле. Знаете, это прям вот классический американский седан. Вот прям вот конца, ну, где-то просто 80-х годов даже, ближе к концу, скажем так. Вот просто вот классический американский седан, как я это себе представляю. Это действительно прикольно и необычно видеть в России, потому что такие машины, как правило, к нам особо не доезжают. И, ну, мало кто заморачивается там растамаживать и так далее. Значок, кстати, при этом Крайстеровский, старый ещё. Ну, вообще, Plymouth, Крайстер, Dodge, они все там, Eagle, кто там ещё, Eagle Vision, там, я не знаю, Крайстер. Ну, короче, да, Plymouth, это, в принципе, Dodge даже, это, в принципе, одно и то же. Некоторые есть даже, да, похожие, как, например, есть Dodge Caravan, Крайстер, да, там такой же есть, и там Plymouth бывает. То есть, ну, у них много чего подобного, поэтому в целом всё понятно. Или просто похожие модели есть. Ну, вот как-то так выглядит всё внутри. Блин, не знаю, мне нравится этот стиль. Вот такой, знаете, американских, именно вот таких вот, просто вот, знаете, во, 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 во. О, смотрите, какая тут есть фоточка, блядь, картиночка. Вот это, вот это вот прям, да, прикольно, прикольно. Салон такой ухоженный, тоже видно, смотрите, бежевый, кожаный. Смотрите, это, ну, диван спереди, тоже очень классно. Прям, вот ёлочка только, видите, ну, хотя, в принципе, пускай висит. Эээ, руль такой необычный. В общем-то, эээ, значит, Plymouth Grand Fury. 1987 года выпуска. Двигатель V8, 5,2 литра, автомат. Задний привод, легендарный, знакомый многим по-голливудским фильмам, фильмам про копов. Привезён в России в ноябре 93-го года. Общий пробег 135 тысяч миль. Блин, 2016-м, 2016-м году, эээ, полная реставрация. Ну, блин, и цена такая, знаете, ну, я не скажу, что тоже заломлено. 745 тысяч рублей, реально, за живой американский седан, действительно, неплохо отреставрировали, и он на ходу, там, бискать. Понятно, знаете, самая вот проблема таких машин, то, что запчасти ты либо будешь искать просто очень долго, либо это будет очень дорого. Потому что, не дай бог, какая-то мелочь, там, просто, да, вот по мелочи, то, что на любую другую машину, да, там, на корейца, на японца, на, я не знаю, немца, можно найти на разборках и так далее. Вот на это, вы представляете, да, это надо делать, это нужно делать запрос какие-то разборки в США. Потому что у нас таких машин, ну, просто крайне мало. И найти просто какую-то финтифлюшку, это действительно будет геморрой. Ну, а так, друзья, я считаю, что это крутой, да, автомобиль. Ну, их много, понятно дело, но вот конкретно вот сейчас вот этот я увидел, и необычно. Необычно, как-то, знаете, действительно вспоминают старые какие-то американские фильмы. Друзья, вы не поверите, но второй автомобиль тоже Плимут. Но, как бы, Плимут Праулер, либо он же, опять же, Крайсер Праулер, очень необычный в свое время, вот, автомобиль, который был произведен. Я его, по-моему, не брал в свои выпуски никогда. Вживую я тоже видел несколько раз такую тачку. Честно, я даже не знаю, к чему ее отнести. Многие ее относят, как вот здесь в объявлении, например, написано, к классу хот-родов, потому что то, что, ну, как он выглядит, в принципе, что-то напоминает. Ну, знаете, я даже не знаю. То есть, ну, серьезно. Вообще, спереди, когда ты смотришь на эту машину, можно подумать, что это какой-то трицикл, да? Потому что такое ощущение, что, типа, два колеса спереди, одно сзади, и, типа, садишься и как на трицикле едешь. Но, на самом деле, нет, это полноценный автомобиль, очень необычный, который выглядит, очень необычных форм, и в целом он весь, весь, весь необычный. Два с половиной миллиона просят за него. 98-го года написано 25 тысяч километров пробег. Уникальный автомобиль, три машины в России, единственный в мире серийный хот-род. Автомобиль Бэтмен из известного фильма. Кабриолет, есть жесткая крыша, идеальное состояние. Виоля, автомобиль для коллекционеров и фана. Да, у нее, собственно, два вида крыши. Либо ты просто снимаешь ее, я так понимаю, вручную, либо ставишь вот эту жесткую, и у тебя получается, как бы, да. Так у тебя родстер, так у тебя хардтоп, я не знаю, как. Хот-род хардтоп, я не знаю, тут просто можно ли... Ну, купе это не назовешь точно. Ну, типа... Ну, да. Вот как-то так, друзья. Ну, уникально, уникально, вживую смотрится реально прикольно. И люди некоторые даже не понимают, что это вообще такое, как оно вообще, что оно здесь делает, как оно сюда попало и так далее. В общем, сама по себе действительно разработка в свое время, да и сейчас, остается, мне кажется, уникальной. Так что, друзья, вот так. На этом будем заканчивать сегодняшний выпуск. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте поддержать серию лайком. Это будет мотивировать меня записать новый выпуск побыстрее, так скажем. Подписывайтесь на канал, что я тут впервые. И, в общем-то, да. Не забывайте комментировать, обязательно читаю все комментарии. В общем, все, ребят. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!